День с толком День с толком День с толком Комендантский час, отмена экскурсий и еда только на вынос. Двое наших коллег-журналистов накануне вернулись из отпуска. Прибывали на одном из тех самых обсуждаемых в сетях самолетов из Таиланда в Барнаул. Сейчас они находятся дома на карантине. Сложно ли было вернуться и получился ли отдых полноценным из первых уст Валентина Аскерова? А это знаменитая некогда многолюдная улица Банглароуд. Опустевшая Банглароуд свободные дороги, почти безлюдный пляж. Меньше чем за неделю остров Пхукет, где в сезон туристов больше, чем местных жителей, ушел на карантин из-за пандемии коронавируса. С 22-го числа королевство ограничило въезд для россиян, а уже 26-го закрыло небо. Прилететь в Таиланд нельзя. Покинуть проблема. Физически проще санкционированным туристам, тем, кто прилетел турфирмой. А вот психологически тяжело всем, чтобы попасть в здание аэропорта, нужно пройти испытания тепловизором. С этим градусником я провела последние дни отпуска. Постоянно намерила температуру на волне общей паники. Сегодня я пришла в аэропорт. Здесь тепловизор, он измеряет температуру. К счастью, никаких изменений он не обнаружил, поэтому я спокойно иду на свой рейс. Регистрация на рейс. Больше 200 пассажиров, желающих вернуться на родину. Дистанцию не соблюдают, зато почти все в масках. Вы в маске, она поможет, как вы думаете? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Просто все носят, и я нашу. Конечно, страшно это все, но мы не думали, что так получится, конечно. Вот все на карантине, мы, конечно, не полетели. После восьмичасового полета нас встретили специалисты Роспотребнадзора. Прямо в самолете объявляют о правилах карантина. По информации СМИ, всех пассажиров нашего рейса должны были тестировать на коронавирус. Вместо этого вручили анкеты и измерили температуру. У нас пассажир тут находится с температурой 37-4. Вы переволновались, может быть, нет? Нет, точно нет. Точно нет. Я не волнуюсь. А на Пухгейде не было плохо? Было. Пассажира с температурой увозят в больницу. Все остальные уезжают самостоятельно. Их, как и нас с коллегой, волнует один вопрос. Почему родственникам встречать запрещено, а в такси садиться можно? А такси возьмут? Да, возьмут. Почему не страшно? Потому что это все выгонят. Нет никакого коронавируса. Это все... Меня и еще сотни пассажиров ждет двухнедельная изоляция. Мы к ней готовы. И не только потому, что нарушителям грозят большие штрафы, и их могут привлечь к уголовной ответственности. Дома сейчас рекомендовано оставаться не только тем, кто прибыл из-за границы, но и всем россиянам. Правда, некоторые, как мы знаем, игнорируют это. Выходят на улицу, устраивают массовые мероприятия. Несмотря на то, что доктора, которые борются за жизни инфицированных по всему миру, просят людей оставаться дома. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Наша съемочная группа тоже была в аэропорту. Журналист и оператор намеренно не заходили в здание, чтобы лично не контактировать с прилетевшими. К тому же, по их словам, прилегающая территория была оцеплена полицией. Автотранспорт на парковку не пропускали. Кстати, ждали появления специального автобуса, который бы развез туристов по домам. Но он так и не появился. При этом встречающие могли спокойно пройти пешком в терминал. Пойдем на карантине, значит. Не боитесь сейчас заразиться, если вдруг что? Ну, а там же мало заразы-то на острове-то. Быстрее с Москвы привезут сюда к нам, чем оттуда. Вот наши коллеги. Даже в темноте видно, что загоревшие, уставшие после долгого перелета. И хочется так подойти и по-человечески их встретить. Но нельзя. Дистанция сейчас наше все. Привет! Как самочувствие? Отлично, вообще замечательно. Температура не появлена. Напомним, еще один наш корреспондент Ирина Корчагина находится дома на строгом карантине. Уже вторую неделю. На десятый день, как и полагается, она прошла тест на коронавирус. Сейчас узнаем, как у Иры дела. Привет, Андрей. Узнала тут интересную вещь от инфекционистов. Оказывается, тест на коронавирус лучше проводить натощак, либо подождать 3 часа после еды. Также нельзя очистить зубы, промывать нос, полоскать рот. Иначе тест может показать недостоверный результат. Только почему-то врачи об этом не предупреждают. У меня сегодня 12-й день карантина. Все хорошо, кроме того, что у меня уже скоро, наверное, появятся пролежни. А так чувствую себя прекрасно. Каждый день измеряю температуру. Общаюсь с участковыми, инфекционистами. В среду, узная результаты своего анализа, уже очень соскучилась по работе. И хочу уже скорее выйти в эфир. Всем спирт. Именно с таким предложением на днях выступила депутат Барнаульской гордумы Елена Хрусталева. Раздавать в качестве антисептика. А многие поняли ее неверно. Мы разобрались, что имела в виду народный избранник. Почему распитие алкоголя в разгар пандемии только вредит. И как все-таки себя обеззаразить. Депутат-коммунист против коронавируса. Елена Хрусталева предложила спирт на работе выдавать. Это она как врач из лучших побуждений и чтобы соблюсти меры предосторожности. Не позволить инфекции распространяться. Вот и нам интервью на камеру давать отказалась. Только на расстоянии. Этот спирт высокой концентрации 95-96% используется как антисептик. Это я имела в виду. Потому что уже на протяжении полутора месяцев у нас в аптеках нет ни медицинских масок, ни антисептических растворов. И то есть народ наш просто брошен, совершенно брошен в плане самозащиты от тяжелейшей вирусной инфекции. Но можно туда добавки какие-то присадить, например, глицерин или еще что-то, что не даст возможности его принимать внутрь. Сейчас такая мера, возможно и правда, будет полезной. При вирусе говорят, не касайтесь руками лица. Но поскольку это чаще всего почти невозможно, руки лучше дезинфицировать. Вирус распространяется воздушно-капельным путем. Это значит капельки вируса остаются здесь. Вот я сейчас пойду в аптеку для опроса, открою дверь и после этого нужно будет руки протереть по-хорошему. Скажите, сейчас антисептики остались какие-то в продаже? Без комментариев. А это и есть комментарий. Аптеки без масок и без антисептиков. А предлагала депутат Хрусталева раздавать тем, кто неизбежно много контактирует с людьми. Врачам, продавцам, кондукторам. На таком безрыбье активизировались блогеры, у которых свои рецепты есть. Что-то надо добавить в качестве увлажнителя рук. Также отдушка, чтобы не так сильно, не дико разило спиртом. Знаете, в качестве спирта у нас может выступать этанол, этиловый спирт, самогон по сути, изопропиловый спирт, энпропанол и повидон йод. Да что там блогеры! Уже Всемирная Организация Здравоохранения публикует свои рецепты изготовления антисептиков для себя и даже для производства малыми партиями. На Руси это традиционно называли самогоноварением. Тем не менее, вопреки поверьям, в период повышенного риска заражения нельзя употреблять обеззараживающие вещества вовнутрь. Большие дозы алкоголя с ней взирает иммунитет, и человек, значит, вот становится заложником этой ситуации, уходит в злоупотребление алкоголя, и ничего хорошего это ему не даст. Поэтому должен человек мобилизоваться, значит, посвятить себя совершенно другому, семейному, общению. Значит, скажем так, вот сегодня физкультурой обязательно заниматься в этом, не выходя из дома можно. Физкультура как раз иммунитет поддерживает. Лучше заниматься ею, чтобы во время всеобщего отдыха не прибавить работы еще и наркологам. А чтобы не распространять заразу, лучше из дома по возможности не выходить. Разве что за антисептиком к знакомому химику. Андрей Дриер, Илья Халяпин, День с толком. Все спортивные залы для взрослых и детей закрыли свои двери перед посетителями. Владельцы и тренеры осознают ответственность. Правда, вопросов много. О чем переживают детские тренеры и какой способ поддержать форму придумали сотрудники тренажерных залов и фитнес-центров, расскажет Никита Ермаков. Я, ну, вот, то есть, составляю каждому человеку программу. Денис Капустин, президент Краевой Федерации Бодибилдинга, приехал в тренажерный зал специально, чтобы встретиться с нашей съемочной группой. Тренировки, что называется, живьем, не проводит с пятницы. Сильно не расстроен, говорит, и раньше мог общаться и давать курс упражнений клиентам онлайн. А теперь это вообще новый способ сохранить форму на период карантина. Ведь вынужденные каникулы не повод бросать заботиться о себе. Наоборот, в такой период нужно заниматься даже больше, чем обычно, даже если тренировки перешли в домашний режим. Сейчас, конечно, для того, чтобы тренироваться, есть все условия, кроме тренажерных залов. Но надо изыскивать какие-то резинки это дома, или отягощения какие-то нестандартные, жена, дети и так далее. Поэтому надо тренироваться, надо, наоборот, наращивать темп, потому что больше заниматься особо нечем. Денис показал нам самые простые упражнения, которые можно сделать и дома. Если гимнастической резинки у вас нет, ее заменит медицинский жгут, а вместо гантелей – парочка упакова гречки. Нестандартное утяжеление – аксиома домашних тренировок в каникулы. А вот целой футбольной команде взрослая, она или детская, онлайн тренироваться невозможно, к большому сожалению, констатирует тренер Динамо Алтая Андрей Клименко. Стадион, где обычно тренируются его юные воспитанники, пуст. Недели перерыва на тренировочный процесс сильно не повлияют, а вот если выходные продлят, понадобится время, чтобы наверстать упущенные результаты. Если месяц-два мы пропускаем, то оно отразится, опять же, на физических кондициях, это все дело скажется. Ну а так, месяц-два, да, упущен тренировочный процесс навыков с мячом, то есть травы и упражнения, в этом, да, это скажется, я думаю, что не то, что не в лучшую сторону, но будет ощущаться, что дети после определенного простоя будут иметь какие-то там, условно, какой-то дискомфорт в этом плане. Срок выходных для юных спортсменов пока открыт, и когда они начнут тренироваться, неизвестно, поэтому переходят на домашний режим. По заданию тренера делают планку и приседают. Кстати, держать себя в тонусе на каникулах может каждый. Для этого, по словам тренеров, нужно хотя бы делать зарядку по утрам и поменьше лежать на диване. Никита Ермаков, Андрей Печеркин. День с толком. Коронавирус опустошил и учреждения культуры. Если на прошлой неделе музеи, библиотеки, театры просто исключали контакт с посетителями, то теперь и сотрудники культурных цехов ушли на самоизоляцию. Наши коллеги на выходных побывали в музыкальном театре, посмотрели, что изменилось из-за пандемии с подробностями Дарья Эйдемиллер. Сердце стучится не из-за предвкушения скорой премьеры. «Золотой теленок» запланирован уже на начало апреля, а из-за того, что репетиции придется прервать. Театр уходит на каникулы из-за коронавируса. Последнюю неделю артисты работали в карантинном режиме. Поменялась сама работа. Мы работаем теперь, у нас будет первая половина дня или во второй половине дня. Репетиции, конечно, сократились. И в том числе массовых сцен стало меньше, мы работаем больше парно. И, конечно, ходим в масках, стараемся не здороваться. К слову, войти в театр тоже стало сложнее. Нас пропустили только после того, как измерили температуру и обработали руки антисептиком. Из-за коронавируса сорвался концерт в честь юбилея музыкального театра. Его предварительно перенесли на 23 апреля. Сейчас артисты все еще встречаются со зрителем. Только теперь онлайн. Ссылки на спектакли размещают в группах музыкального театра в социальных сетях. Мы показывали мюзикл «Первая любовь Дон Жуана» с 18.30 до 22.00. То есть можно было зайти в этот промежуток в любое время, ориентируясь на то, сколько длительность спектакля составляет. Два часа. Ну, в среднем все спектакли по два часа. Чуть больше, чуть меньше. Всего так покажут пять спектаклей. Все они старше десяти лет. Сегодня, к примеру, на ютубе будут транслировать пластическую постановку «География любви». Зрители в сети, наряду с благодарностями, заказывают любимые архивные спектакли. Но исполнить все пожелания невозможно. Дело в том, что когда мы транслируем спектакль, никто не отменяет авторского права. Правообладатели этих спектаклей, конечно, хотят получать за это свои отчисления. А так как мы все-таки на этом не зарабатываем, это является, увы, не нашей прибылью. Поэтому, конечно, нам сложно будет такие трансляции вести для всех спектаклей, о которых просят зрители. На онлайн-спектакли билеты покупать не нужно. На постановке «Живьем» билеты уже начали возвращать в кассу театра. Но это не обязательно. Они все еще гарантируют посадочное место в зале после того, как пандемия отступит. Тариды Миллер, Николай Шилко. День с толком. Есть и хорошие новости. Например, самоизоляция – это возможность побыть семьей, посмотреть фильмы или прочесть книги, которые давно пылятся на полках. А сейчас расскажем о погоде. Она сегодня хорошая, солнечная. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Фондю любит тебя!